Итак, в данном видеоролике я бы хотел рассмотреть общую ситуацию по нефтегазовому сектору Российской Федерации и по угледобывающему сектору Российской Федерации. Я затрону следующие компании, такие как Газпром, Роснефть, Руснефть, Лукоил, Татнефть, Новотек, Распадская, Мечел. Господа, начнем с самого важного. С того, как эти бумаги торгуются по сей день. Обратите внимание. Гадкий утенок у нас, естественно, Газпром. Так было всегда и так будет еще, я думаю, долго. Как говорится, когда рынок будет доходить до своих исторических максимумов, у нас там и оживится акция Газпрома, чтобы показать последний ценовой вынос по рынку. Как это было в 2019 году, как это было в 2007-2008 годах, как это было в принципе в 2016 году, в 2022 году и как это будет, я полагаю, в 2024 году в том числе. Ситуация в газовой отрасли на самом деле не критическая. Поставки газа идут на территорию Китая в виде 38 миллиардов кубометров газа. Да, конечно, заместить Европу в полном мире не получится, но для этого формируются новые газовые потоки на территорию Ближнего Востока, на территорию Арабского континента. Ну и в том числе Газпром постепенно пересаживается на иглу жиженого природного газа с целью дальнейших поставок, так сказать, составить конкуренцию с компанией Новотек. В чем суть? Сейчас очень много Армагеддона в адрес Газпрома, очень много негодования, очень много желчи поливается в адрес этого имитента, но моя мысль, мой взгляд на эту компанию остается прежним. У нас имеется четкий боковик в диапазоне 154, дефис 184 рубля за акцию, 30-рублевый диапазон. Мы к этой нижней границе боковика почти подошли. Когда подойдем вплотную, тогда у нас будет разворот в район сопротивления 184 рубля за акцию. Те лица, которых держит Газпром в среднесрочном ланге, не надо париться, не надо переживать, не надо суетиться. Запомните одну простую вещь, очень важную вещь. Те бумаги, которые в разгар валютной переоценки, то бишь падения рубля, росту доллара не выросли, они копят себе инфляцию. И в Газпроме будет ровно то, что мы видели в графике неоднократно. Вот здесь, вот здесь, вот здесь и вот здесь в том числе. То бишь накопленная инфляция, она повлияла на Газпром в виде дальнейшей переоценки. Там и дивиденды одобрили, довольно крупные. В этом диапазоне времени тупо Газпром от всего рынка отставал. Его начал рынок разгонять, пампить от уровня 144 до уровня 245 рублей за акцию. Вот то же самое будет скоро и здесь. Поэтому не надо париться, не надо переживать, не надо, главное, паниковать. Все будет нормально. Поэтому фундаментально в Газпроме кап затрат у нас снижаются на горизонт будущего года. И что необходимо понимать? То, что снижение капитальных затрат, оно никак критически на дивидендную политику не повлияет. Наоборот, оно повлияет позитивно. Почему? Потому что вызываются деньги для того, чтобы с государством и с миноритарными и мажоритарными акционерами рассчитаться в виде дивидендных выплат. Поэтому я полагаю, что дивидендная доходность Газпрома на горизонт будущего года будет где-то в районе 11-12 рублей за акцию. Это средний консенсус прогноз, консенсус ожиданий всего рынка. Поэтому стоит только Газпрому одобрить подобный эквивалент дивиденда, где-нибудь через несколько месяцев, о чем уже начал план говорить Миллер и Садыгов, типа намекаю, что деньги-то все-таки есть. Газпром у нас развернется опять вверх к своим вышестоящим уровням. По этому оси счет, цели по бумаге выше. Фундаментально проблем критических нету. Ну и соответственно макроэкономически пока придираться тоже не к чему. Главный баланс денег компании сохраняется. И по итогам 2023 года, за счет также фактора валютной переоценки, компания предварительно, опять же в рамках ожиданий всего рынка, заработает прибыль плюс-минус сопоставимую с 2020-2021 годами. Вот примерно на такой диапазон. Что важно понимать, то что государству нужны деньги с госкомпаний, а для этого необходимы их обувательные дивиденды. Заставили компания дивиденды выплачивать. О чем неоднократно говорил даже Антон Силуанов в своей риторике словесной. В общем и целом, картина по Газпрому такая. Идем на нижнюю грань боковика, 154, разворачиваемся, выходим на уровень 184 рубля за акцию. У меня, признаюсь честно, тоже Газпром имеет в среднесрочном ланге в позиции. Я признаюсь честно, я не парюсь, я не суючусь. Мои цели по этой бумаге выше. Госкомпания, дивы, я полагаю, будут. К тому же, с точки зрения фундаментальных факторов, не так все плохо. Далее, акция компании Татнефть, с точки зрения месячного графика, с точки зрения недельного графика, дневного графика, компания достигла по факту своих ценовых максимумов. Ну, правда, максимум-то еще необходимо рублей эдак 50-60. Но все же, цена пришла на свои важные уровни реперного сопротивления данного диапазона. Ее среднее значение 765 рубля за акцию. Что надо учитывать? То, что крупный капитал будет постепенно выпарковывать деньги из тех бумаг, которые в рамках текущего года, 23-го, активно росли. То бишь, мы увидим в будущем эту тупо ротацию капитала. Из дорогих бумаг будет отток денег в бумаги недооцененные. О чем я говорил неоднократно ранее, особенно в обзоре рынка на 2024 год. В соответствии с этой логикой у нас будет коррекция ценовая по этим эмитентам. Да, конечно, я понимаю, что Татнефт дойдет до уровня реперного сопротивления 740-760. Оттуда будет основой откат на уровень другой реперной поддержки 600 рублей за акцию. То бишь, вот сюда. Будет потенциальное формирование паттерна голова и плеча. Все эти бумаги, они потом будут падать по среднесрочному недельному графику. Так они уже находятся в жесткой фазе перегреться, впадая постепенно в жесткую фазу дивергенции. То бишь, разачивая уже от текущего уровня идет. И потом, внимание, потом повторюсь еще раз. Все, что не выросло из акций в рамках текущего года, а это все будет расти. Потому что капитал сейчас горячий. И как следствие, крупные деньги хотят делать крупные деньги. В принципе, поставки нефти стран Татнефти имеются. Фундаментально проблем нету. Долговая база в пределах нормы. Конечно же, недавно Татнефть сорвала собрание акционеров по вопросам дивидендов за третий квартал 2023 года. То бишь, этого собрания не состоялось. Но повторное собрание, я полагаю, повторится 28 декабря в соответствии с официальными данными. Но и с другой стороны, с другой стороны, посмотрите. По отчетностям РСБУ, чистая прибыль от нефти за 9 месяцев 2023 года выросла по факту на 25% в сравнении с той прибыль, которая была за 9 месяцев 2022 года. За счет фактора валютной переоценки. То бишь, девальвация рубля повлияла на то, что компания зарабатывает, в первую очередь, в валюте. Валюту конвертировала, в рубли переводила, рублевую прибыль зафиксировала. Это нормально. То бишь, дивиденды здесь будут. И скорее всего, этот фактор тоже повлияет на дальнейший выход цены вверх. Ну а потом уже и надо еще и знать, как говорится. Откорректироваться неплохо. На уровне реперных поддержек 600 рублей за бумагу. Далее акции Сургут-Нефтегаза. По Сургут-Нефтегазу картина следующего характера. Во-первых, там имеется валютный кубышка, так называемый валютный баланс компании. За текущий, то бишь, уходящий 2023 год, эта валютная кубышка, я более чем уверен, она себя переоценила в пользу роста. Ну то бишь, у них ранее были доллары. Компания эти доллары в пик панике 22-го года переводила в рубли. Потом они ждали того момента, когда будет достигнуто дно по валютному рынку. То бишь, доллар по 50-55, юань там по 7,5-8 рублей за акцию. И они покупали юань, Сургут-Нефтегаз. Юань с того времени вырос почти в два раза за текущий год. Я это имею ввиду. Как следствие, компания, как минимум, свою кубышку нарастила за счет фактора валютной переоценки в два раза. Почему я так центировал внимание? Потому что с валютной кубышки компания расчехляет деньги на дивиденды. То бишь, в соответствии с ожиданиями рынка, ДИФ доходы Сургут-Нефтегаза может составить 16% годовых от текущей стоимости. Я все иду к чему. К тому, что до дивидендных выплат остается еще буквально полгода, до июня. У нас имеется четкое двойное дно. Есть вынос, есть тест. Будет расторгов на этом тесте. И будет потом ценовое распределение вверх на одну-вторую в Вероган. И на реперное сопротивление 42 рубля за акцию. То есть, у нас будут уровни 39 и 42 основные для того, чтобы там бумагу отсечь от дивидендов. Опять же, в июне 2024 года. Так что, в принципе, Сургут-Нефтегаз я постепенненько, медленно, но верно рассматриваю под среднесрочный лонг. Опять же, не от текущего уровня. Я понимаю, что она откорректируется еще ниже на реперную поддержку и одно первого уровня ГАНа. 26 рубля, 24 копейки. И там как раз проходит крупно-лонговая ценовая область. В соответствии с данной свечной расторговкой. Вот на этом уровне. Упала, отторговалась, пошла выше. Все, в принципе, нормально. По Сургут-Нефтегаз акциям привилегированным есть картина аналогичная. Внимание! Здесь также пока еще не учитывается фактор. Кубышки, я это подчеркиваю, поэтому коррекция в виде тройной вершинки у нас и будет. На район поддержки 49 и на район поддержки обратной формации данного треугольника вот сюда. На Яма сотую диапазон 41-42 рубля за акцию. То бишь, правоплечо нарисовали, упали, проторговались, пошли ниже, упали, сбили стопы на этом уровне, в виде ложной пробои информации, отторговались, пошли выше. На факторе дивидендной риторики. Все. Вот такая картина будет по многим бумагам на горизонт будущего-то. По нефтегазовому сектору, я имею в виду. С другой стороны, по акции сейчас у нас имеется довольно жесткая дивергенция. Раздача по полной мере, скажем так, на текущих, по факту, исторических максимумах. Близи уровня 60 рублей за акцию. С точки зрения прибыльности. Деньги есть, компания их зарабатывает. И фактор валютной переоценки эту компанию очень крупно поддержал на плаву в рамку уходящего года. По компании «Башнефть» акциям «Башнефть» обыкновенная, «Башнефть» привилегированная. Например, такая же ситуация. Имеется ожидание крупного капитала участников рынка по тому аспекту, что дивиденды могут быть в районе аж 15% годовых от текущей стоимости. Я это допускаю, но проблема в чем? Что уже эти ожидания напрямую отражены в цене компании. То бишь, пойти ей выше в рынок вряд ли позволит, потому что ключевая ставка центрального банка равна 16% годовых. Дивиденд будет 15% годовых. То есть, драйвера для пампа, для роста, так такового-то и нету в бумаге. Поэтому, где-то на текущем уровне, да, у нас будет крупная боковая фаза до будущей дивидендной осечки. Где-то в этом уровне. Верхняя грань 2,525, нижняя 2,83. Такая же картина у нас имеется в акциях привилегированных Башнефти. Тупо широчайший боковик. Вот здесь. Почему? Потому что есть такая же картина, что и в обыкновенной. Дивиденд 15% годовых при ключевой ставке в 16% годовых. То есть, нижняя грань боковика 1310, верхняя грань боковика 1850. Торгуемся четко в данной пропорции. Да, дивергенции есть. ОРСЯ, это прекрасно видно. И, соответственно, у нас также проходит крупный диапазон реперного сопротивления, который пробить, но в априори это, мягко говоря, будет сложно. Поэтому данный аспект я вам рекомендую учитывать. Дивиденды уже учтены в цене. Вот. И как следствие, брать эту бумагу от текущего уровня нельзя. Вот сжать где-нибудь уровня 1350-1400 оптимально. Потому что даже при той стоимости, какая здесь, дивидендно-доходность будет в районе 17-18% годовых потенциальной дивидно-доходности. Здесь рынок будет просто покупать эту бумагу в преддверии будущих дивидендных выплат. И опять направлять ее на уровень сопротивления 1700. Так что, в принципе, когда получим довольно существенную коррекцию по российскому рынку акций, эту бумагу тоже можно будет ловить от Ланга. По акциям Роснефти такая же картина. Фактор валютной переоценки в районе сопротивления 130 и в районе сопротивления 660 рублей за акцию. Я полагаю, мы тут увидим тотальный перехай в ближайшем месяце, скорее всего, с дальнейшим самокоррекцией на 1-2 веерогана. Почему так? Потому что, во-первых, дивидендно-доходность Роснефти сейчас где-то в районе 13% годовых потенциальной дивидно-доходности на горизонт будущего года компания заработала огромное количество денег. Это факт. Но здесь драйвера нет никакого почему. Потому что, еще раз, дивидно-доходность будет там в районе 10% годовых при ключевой ставке в 16% годовых. То есть, нет идеи для рынка, чтобы бумагу впоследствии как-то разгонять в своей стоимости. Была бы доходность, словно говоря, 20% годовых, да, Роснефт пошла бы в районе 800 рублей за акцию. Но увы. Поэтому у нас будет четко проторгов и цены в рамках формации обратного треугольника. Вот такая будет. С нижней ее гранью в районе 1-2 вергана диапазона поддержки в районе 500, 480 рублей за акцию. То бишь, коррекция будет по всему рынку. Это нормально. Не только там по отдельным секторам, а по всему рынку. На это коррекционное движение тупо может будет опять лонг поза нарастить и потом по миру это распродать. Изи мани, как говорится, не более чем. Далее компания Руснефть. По компании Руснефть ДИФ выпал как таковых. четко стратегии у них по деленным выплатам нету. Поэтому, кто спрашивает по поводу Руснефти, тут имеется четко голова и плечи. Ее основание мы в принципе отработали. Идем на сопротивление Ямасоты и медиана полосы Бонжа в район 150-155 рублей за акцию. Здесь жду разворот ценовой вместе с рынком на проторговку уровень 120 рублей. Так что, в принципе, тут не сказать, что фундаментально компания стойко себя чувствует. Нет, не сказать. Но и не сказать, что ее можно хоронить. Она среднячок в этой отрасли нефтедобывающей. Просто была бы более детализированная, кристальная дивидендная политика. Может быть, про нее другие вещи говорить. Но, к сожалению, когда компания дивиденды вообще не выплачивает, либо выплачивает через пень колода, ну, то бишь, так, а вось как, то у крупного капитала формируется недоверие к этой компании. Ну, вот взять банк ФТБ, например, да, они дивы не платили с 2017 года. Вообще, тупо кидали на дивы. То бишь, нету четкой денежно-кредитной четкой дивидендной политики. Все. И рынку, рынок это никак не устраивает. Рынку плевать такие компании. Поэтому, да, конечно, мы отфутболимся вниз на поддержку неожидающей. Потом пойдем вверх, уже к уровню вновь реперного сопротивления 155 рублей за акцию. Опять же, корректироваться будем вместе со всем рынком. Далее, что касается компании Лукойл. Конечно, денег она заработала в году до хрена и больше. И фактор валютный переоценок тоже на нее повлиял. В общем, бабла тут очень и очень компании много. Как говорил в одном меме Чубайс. Денег у нас много, может не переживать. Вот то же самое и здесь. Только в чем проблема? По недельному графику сформируется оттальная дивергенция основая. Идет формирование головы и плечей. Основание находится здесь, на Яма 200. 5600, 6000 рублей за акцию. Да, конечно, я верю в то, что компания выплатит довольно щедрый дивиденд по итогам текущего года в рамках грядущего, в июле, полагаю, месяца 24 года. Но, опять же, перед выплатой у нас будет коррекция по всему рынку. Что ММВБ 3,3 не пробьет, да, что там прочие голубые фишки тоже выше стоящего уровня не пробьет. Это нормально. А ты хотишься по всему рынку. Можно опять лонговую массу в Луколе забирать от текущих уровней сходящих средних Яма 100 и Яма 50. Диапазон там 5500, где ФИС 6000 рублей. Лонг накапливаешь, идешь вверх на дивидендной риторике. Все. Изимания, как говорится. Так что данный аспект можно учитывать. Но дивер, повторюсь, есть и коррекция тоже неминуема. Далее по компаниям Распадская Мечил. Я еще раз говорю, что в Мечил я на текущей фазе рынка не верю. Почему? Потому что долговая нагрузка гигантская. Это во-первых. Во-вторых, что самое примечательное, это следующая новость, которая была сегодня. Из уст китайцев. Китай возвращает пошлины на российский уголь. Экспортеры уже включают их бюджет на 24-й год. Пошлины составляют 3-6% в зависимости от типа угля. Их объем для российских поставок может составить 9,5 миллиарда рублей в год. Ой, извиняюсь, ошибочка. Извиняюсь. Их объем для российских поставок может составить полмиллиарда рублей в год. На самом деле, сумма, конечно, не критична, но, что необходимо помнить, Китай предпочитает диверсификацию сырьевых поставок. Он боится быть зависимым от одного рынка сбыта. Поэтому будет конкуренция в будущем году за китайский углевой рынок. Точнее, углеводородный рынок. Почему? Потому что у нас, нам, нашим компаниям, Мечила-Распадской, в затылок дышит Австралия с их углем. Раньше Австралия занимала огромную долю угледобывающего рынка на территории Китая. И, соответственно, они туда пытаются опять вернуться. Китайцы сказали, что халява заканчивается для Мечила-Распадской. Теперь будем диверсифицировать поставки. Как следствие, данная ситуация она отразится в будущем году на отчетностях Распадской и Мечила. Поэтому по Мечилу у нас формируется двойная вершинка, дивергенция, падение объемов на покупку и основание двойной вершинки находится в районе 200 рублей за акцию. Все. У нас будет падение. То есть, те лица, которые покупают ее здесь с надеждой на то, чтобы выйти их 600 рублей за акцию, я в этом, честно говоря, очень сильно и сильно сомневаюсь, что к тем вышестоящим уровням бумага придет. То же самое касается акции компания Распадская. Один в один картина. Реперное сопротивление на уровне 455. Та же самая ситуация вот в макроэкономике, какую нам озвучили сегодня китайцы. Придем сюда, на одну вторую веерогана, вот сюда, пойдем вниз. Куда? На одну первую веерогана и, соответственно, ЕМА-200 диапазона 320 рублей за акцию. Главаку, конечно, мы не упадем. Я в этом очень сильно сомневаюсь, что у нас будет обвал ценовой. Маловероятно. Но уровень ниже стоящая необходимо учитывать. К тому же здесь крупный капитал также по месячному графику активно свою позу раздает. Посмотрите, двойная вершинка на месячном таймфрейме. Двойная вершина с жесткой диверенцией при снижении ценовых объемов. В общем, будьте аккуратны в Мечелло-Распадской. Если в адрес нефтегазовой отрасли смотреть можно позитивно, но вот сюда негативчик копится. Будьте аккуратны. С Мечеллом, Распадской и с прочими углодобывающими компаниями. Поэтому я резюмирую. Общая ситуация, как я вам говорил ранее, на будущий год по российскому рынку акций, в принципе, остается более-менее позитивной. Да, я верю в дальнейший рост рынка акций России. Сам я тоже держу определенную среднесрочную позицию по нему. Готов буду дальше покупать другие среднесрочные позы по тому же самому сургутнефтегазакциям привилегированным, как вариант, либо там по башнефти, бреф. Почему бы и нет? Потому что дивидендная политика довольно такая существенная под дальнейший рост цен после, опять же, будущей коррекции. Но не более чем. Поэтому будьте аккуратны, будьте внимательны. В определенный сектор экономики есть сейчас и потом в будущем нельзя ни при коем раскладе. Угледобывающие полностью динамите. Там ловить нечего. Нефтегазовый еще можно рассмотреть. На этом все. У нас имеется череда медиаресурсов в описании под каждым видеороликом. Первый пункт. Наш клуб трейдеров, где я провожу прямые эфиры, публикую много обучающего материала. Завтра в рамках нашего клуба трейдеров я буду проводить прямой эфир в виде ответов на вопросы. Буду публиковать большое количество лайфхаков по рынку. Как всем этим торговать, как всем этим взаимодействовать. Поэтому рекомендую вам подписаться, подключиться и развиваться. Что самое важное. У нас также имеются телеграм-каналы про рынок акций, сырьевый рынок, облигации и банковый сектор рынков недвижимости. У нас в местах контакт-группа Яндекс.Зен. И на эти все медиаресурсы вам рекомендую подписаться, ибо информация, которая уходит там, задержка во времени поступает на YouTube, а бывает и вовсе не поступает. Ну и помните, что мы все обречены на прибыль, лишь время грамоты и стратегия нашей главной союзники. На этом все. Всего вам доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok